который сидел за одной партой вместе с Георгием Михайловичем. Космонавтикой, хотя еще до космоса было далеко. И он, когда в 1949 году поступал в ММХ, это он делал целенаправленно. Он поступал на новый факультет ракетной техники и на кафедру номер один, которая занималась тогда проектированием жидкостных ракет. Ну что можно сказать о нем? Учился он, конечно, действительно отлично. Это был период, когда учиться было непросто. Дело в том, что у нас на кафедре были в качестве учебных образцов в этот момент только немецкие ракеты. Те, которые были на вооружении германской армии во время Великой Отечественной войны. А учебных пособий не было, еще не успели написать. Поэтому, по сути дела, мы учились со слов преподавателей, которые читали нам и писали конспекты. Кстати, все тогда специальные курсы были секретные. И это было очень непросто, потому что если ты пропустил лекцию, то у тебя этой лекции в конспекте не было, а конспект ты свой не мог просто так прийти и взять. Конспекты приносили на занятия. Специально выделенные люди выдавали вот тебе твои конспекты. А если ты прогулял, честно говоря, и у меня такое было, то за это однажды я получил от Гречко небольшой вывод. Он мне сказал, что это нехорошо допускать занятия. Сам он учился, конечно, прекрасно. Когда, значит, вот наступило время окончания вуза, было распределение. В те времена все студенты выбирали не сами место работы, а туда, куда их распределяла специальная комиссия. Вот на этот момент съезжались представители предприятий ракетной техники к нам в институт. И, значит, предлагали студентам выбрать то или иное место. Но в некоторой организации количество мест было ограничено. Ну, в частности, КБ-1, это была нынешняя организация «Энергия», где руководителем был Королев. Как правило, мест для новых работников было очень мало. Но поскольку Георгий Михайлович был одним из лучших выпускников, он имел преимущественно право выбирать место работы. И он выбрал энергию. Это была его мечта. И вот все остальное время, почти свое, он работал в этой организации. Значит, я в 60-е годы там бывал. И когда я приезжал, то обязательно его встречал. Он немного рассказывал интересных моментов из своей жизни, как он ездил в экспедицию для поиска Тунгусского метеорита, который Королев организовал. Как он занимался спортом. Он, кстати, автоспортом занимался. Он сначала был на мотоцикле, ездил. Даже был такой эпизод, что он на практику из Санкт-Петербурга, из Днепропетровска, приехал на мотоцикле. И там гонял по сложному профилю этого города на этом средстве транспорта. Значит, Георгий Михайлович рассказывал, как он попал в отряд космонавтов. И когда он приезжал к нам сюда, в институт, немало рассказывал интересных историй. Вот могу, например, рассказать вам такую историю. Однажды во время полета их телескоп вышел из строя. И неизвестно, что там было. Он вспомнил, что когда он учился в Ваннехе, то ему на курсе, по-моему, детали машины рассказывали, что если есть какой-то объект, в который вы не можете забраться внутрь, а хотите определить, что в нем случилось, можно взять палочку, приставить ее к объекту и к уху, и вы по шуму, который вы слышите, можете определить, что случилось. Он так и сделал. В результате ему удалось починить этот телескоп. Ну, сейчас, Георгий Михайлович, бывает редко в Ваннехе. Ну, бывает. Вот говорилось о том, что ему присудили почетного профессора в нашем вузе. Я хочу в заключение поздравить его с 85-летием и пожелать ему здоровья, которое, конечно, не будет. Спасибо. Спасибо.